давайте я вам покажу да давайте вам покажу вы пропали сейчас а чё надо с этими баннерами сделать вот смотрите смотрите как это делает расширение модули здесь пить дальше вот здесь кликаем на эту кнопку отсортируем чтобы удобнее было по включенным то есть у вас тут все вместе отключены включены чтобы отсортировать об их видите сразу меньше стало и только включенный пока я их даже назвал для вас видите реклама 2 вот ведь написано реклама 3 вот рекламы и четыре штуки их и вот они позиции у вас топ-1 топ-2 но этой же не все и вас еще внизу вот один баннер вот он называется тоже вот реклама в подвале видите вот здесь подвал то не сайта смотрите как сразу массово отключить сначала давайте я зайду вам покажу как мл менять вы заходите сюда так вот смотрите кликаете просто мышка вот по баннеру да и нажимаете вот на скрепки висе 2 здесь этой ссылка да редактира ссылка только вот не нажмите вот на эту это почистит ссылку уничтожит она ведь как будто там такие брызги идут надо вот то есть вот именно вот эту кликаем и вот вот в этом поле только не все удалять это там mail то двоеточина доставить обязательно аккуратно вот так убираем почту и вставляем нашу и ok вот здесь и сохранить таким образом сейчас можем даже проверить вот сюда зайти вот он mail то вот она ваша почта она сохранил и вам надо это сделать для трех верхних четырех даже заменить почту так же как я сейчас сделал для нижнего баннера все закрываем и теперь временно как за их отключаем на Director charges вот здесь галки ставим если у нас несколько надо отключить одновременно чтобы быстрее отключить но вот так сами галки то есть напротив реклама реклама 2 реклама 3 2 реклама 4 и реклама в подвале галки выделили будешь снять публикации нажимаем потом вы их включите они вас вот здесь находятся вот так же галочками просто ить и нажмете его 10 опубликовать видеть и вот теперь обновляем сайт они выключены видите их нет так дальше вопрос да да заходим опять дж классы филд сейчас посмотрим там куча настроек вспомним вроде этого настройка делается оформление максимальное количество так это не то вот смотрите он сделал вот срок короче это вот вы зашли джей джей классы feels так вот здесь настройки или вот настройки это одна и та же кнопка что здесь что вот здесь настройки и первая вкладка глобальные вот они ведь вкладки глобальные и вот сразу верхние поля вот это второе на поле весь тут наводите мыши подсказка установите срок публикации объявлений в дня сколько вам дней на 30 вот 30 выставляем и нажимаем сохранить закрыть и новое объявление именно новые они будут уже с новым сроком следующий вопрос вот эти нижние кнопки если у вас еще нет ссылок а то бы я мог вставить уже сейчас вместе с вами давайте покажу туда как вставлять просто смотрите в админке вы заходите расширение модули вот здесь видите модули опять отсортируем по опубликованным вот он называется джеймс social icons вот он видите вот заходите и здесь во первых можно создать неограниченное количество еще соц кнопок если надо по кнопке добавить новую а редактировать вот они вконтакте видите по названию вы их видите нажимаете на карандашик напротив вконтакте видео выпал список только аккурат ничего не удаляйте здесь вот здесь просто ссылку вставить вот внизу url ссылка водить решетка и и обязательно удалить надо просто просто удаляем и вставляем ссылку и все ну как не забудь только ссылку вставить сначала нажать вот здесь сохранить изменения именно вот 10 видеть кнопка это еще не все а потом вот здесь нажать сохранить тогда применится потом идете следующий одноклассники опять по карандашку напротив нажимаете то же самое воде ссылка меняется убираете обязательно решетку ставим сохранить ну ссылку проставляем и все то есть вот наглядный пример вот ваш сайт вот так вот сохранить и сохранить и все и тогда кнопка будет ввести куда надо лейблы ну вот они да вот это вот сейчас вот вот заходим диджей классы field сейчас я уже забыл вот они они тут блин называются типы неправильно называются они вот кстати у вас компонент защиты стоит вот он вот он вам показывает то есть он у вас вот здесь находится сейчас rs firewall он вот здесь будет но здесь будет показано там статистика там сидела ну короче он в автоматическом режиме вас защищать уже вот он ведь там щит нарисован rs firewall короче отвлекся в общем диджей классы field и типы этот он здесь называется тип его добавить тип новые эти типы вот у вас три типа редактировать напротив галку ставим изменить меняем название потом вот здесь цена но у вас бесплатно поэтому 0 стоит а вот самая интересная вкладка это третье где вы меняете ее ей дизайн то есть получается имя класса туда не надо трогать использовать стиле в заголовке это тоже мы не трогаем вот у вас цвета цвет текста то есть это вот текста именно раз черный кликайте вот здесь вот меняете цвет любой видите фон видите желтый ну соответственно он здесь меняется да и цвет границы еще границы есть раз меняет толщина границы даже можно сделать один пиксель то есть например можно 5 сделать она вам ведь его сразу толстый стал он ведь и все как только здесь все сделали нажимаем сохранить закрыть и все а если надо эти или какие-то временно там ну не удалять но хотя бы временно их отключить ставим галку какую отключаем и нажимаем снять публикации вот потому что вы здесь видите галочки напротив ставят это все опубликовано то есть они все видны на сайте нажимаем снять публикации вот здесь тогда крестик видите показан хотя еще проще можете прям кликать на этот крестик и он опубликовывается или прям на эту галку кликайте и он снимается с публикации, то есть еще проще, нежели тут вот галки ставить, потом сюда нажимать. Это так. Порядок даже можно этим стрелками переключать. Это порядок именно на сайте, в каком порядке им быть. А новый создается вот здесь. То есть три вам мало, нажимаете создать. И то же самое. Имя по аналогии делаете, как то есть забыли, заходите сюда, смотрите, как тут оформлено, посмотрели, нажимаете создать, название, цену если нет, то ноль ставим, а здесь дизайн оформляем, так же цвета меняем вот легко на какие-то другие. Поменяли цвет, enter нажали. Вот они меняют цветы, зеленый. И если удалить надо, то вот удалить вот. Удаляем, и все, все, зеленый нет. Давайте следующий вопрос. А, вот этот самый текст, текст, который соглашение пользователя, это куда его устанавливать, чтобы... А, вот смотрите, я согласен. Нет, сначала надо страницу сделать, а потом ссылку на эту страницу вот сюда повесить. То есть страницу вы создадите, да? Ну вот, смотри, сначала создается материал вот здесь, вот. Обычный материал. Но только сначала создайте, она отдельная же у вас, сначала создайте категорию, именно для нее. Вот у вас пока только две. Вот здесь создать. Это, например, будет политика конфиденциальности. Создали категорию. Второй шаг. Вы материал создаете вот здесь. С этим текстом, вот именно с текстом конфиденциальности, вот здесь создаете. Заголовок пишите, сохранить, закрыть. Третий шаг. Идете в меню. Например, в Майн меню. Создать название политика конфиденциальности. Вот здесь выбрать материалы. Материал. Вот именно один материал. Вот здесь вот выбрать материал. И вот здесь будет третий материал политика конфиденциальности, который вы только что создали. Прямо по заголовку кликаем этому. Нажимаем сохранить. Все, мы страницу сделали. А, не забудьте потом перейти на вторую вкладку. Вот сюда, на третью. И показать в меню скрыть. Потому что оно вот здесь, а то вылезет. Наверху. В меню тоже вылезет. Потому что мы скрываем, чтобы вот здесь не было. Но сама страница, она будет. Нажимаем сохранить закрыть. И потом когда вы это сделаете, вы мне напишите. Потому что вот здесь вот это непросто вставить. Вот здесь. Потому что это не модуль, ничего. Это надо открывать файл отдельный, короче. Вам сложно будет. То есть вот это вы сможете сделать. То, что я объяснил. Как вы только это делаете, вы мне сообщаете. Я в админку зайду, увижу. Или вы мне этот пункт меню скинете. Или подскажете, как вы его назвали. Я зайду, посмотрю на эту страницу. Мне просто страницу сделайте. Вот эту и все. как я показал. Да. И сообщите. Там, завтра я посмотрю. А уже вот это сделаю завтра тогда. Сначала давайте с почты начнем. Смотрите, вот вы поняли смысл. Почта отправителя и почта на ваших баннерах. Вы поняли разницу? Да. То есть почта, которую вы сейчас мне дали на баннер, это ваша почта. Она сработает чисто на баннерах только. То человек вам только написал один на один. Тогда вам письмо придет. А вот эти письма, смотрите, например, я зашел в объявление. Сейчас. В любое. И хочу написать человеку. И вот, чтобы ему пришло и письмо, и, ну, понятно, оно вот здесь вот появится в переписке, да, как мы с вами сделали. Вот здесь в личном кабинете. Вот здесь личные сообщения. Но и приходят письма, правильно? И вам, как администратору, тоже. Вот чтобы это все приходило, нужно специальную почту. Вот вы, я вам уже рассказывал. И смотрите, как вы сейчас делаете. Вот хостинг ваш, да? Сейчас авторизуемся. Вы также зайдете. У вас все данные есть от хостинга, от авторизации, правильно? У вас два письма там. Да, у вас два письма. Вот. То есть контрольная панель, это там, где у вас вот это все, где залит сайт и так далее. Вот здесь почта тоже создается именно здесь, да? Здесь дофига всего, но вот здесь вот видно по категориям. Электронная почта, видите? Да. Вот смотрим, значит, что нам нужно. Какие-то названия тут странные. А, ну вот оно, смотрите. Управляйте, видите, учетными записями электронной почты, связанной с вашим доменом. Это вот как раз то, что с доменом связано, это и нужно. Ну, я не знаю, если вы здесь не разберетесь, тогда я потом сам зайду и сделаю вам адрес электронной почты. Видите, у вас уже стоит, вот об этом и речь. А как, окончание почты вот такое будет, видите? То есть, во-первых, это красивая почта, это, во-первых. То есть собака и ваш адрес, видите? А, соответственно, вот это название, которое будет вначале подписано, желательно коротко его придумать, короткое. Ну, то есть, чем лучше, короткое, зачем желательно, потому что чем короче, тем она удобнее запоминать ее, тем красивее почта будет. Ну, вдруг она где-то будет у вас публиковаться на сайте, или вы будете кому-то ее давать, чтобы для связи. Тогда красивую надо сделать. Если она не будет у вас для связи, а только для, как email отправителя, тогда любое название вот здесь. То есть, вот здесь название, вот здесь пароль для почты вы придумываете, понимаете? Все то же самое, как обычную почту. Пароль еще раз. Квота. Ну, это не надо вам. Вот как есть, так и оставляйте. Вот квота 1024. Неограниченно можно выставить. Поставьте неограниченно. Создать учетную запись. Короче, вот здесь вот пробуйте почту создать. Вам надо на сайт зайти к себе. Заходим в систему. Общие настройки. Так? И вот. У вас вот так откроется. Вы вот здесь кликаете сервер. Вот здесь видите? И вот здесь, видите, моя почта стоит? Сейчас все письма через меня проходят. Вы вот это удаляете, вставляете свою новую почту, нажимаете сохранить и все. И все. Да, и все. Видите, мне приходят письма, объявления. А тут на английском, видите? Я вам сейчас покажу, где шаблоны писем надо перевести на русский. Это легко. Вам только перевести надо будет. Вон, видите, все на английском. А, вот мне приходят. Три дня у меня осталось объявление. Hello, привет. И там понеслась. Название объявления. Монитор. А, ну это мой монитор. Это я объявление опубликовывал у вас на сайте. И у меня осталось три дня, видите? А после этого времени у меня снимется с публикации. Мне надо зайти в личный кабинет и продлить его. Но это полезная фишка. Вам остается лишь только вот это, чтобы на русском было. А эта ссылка, она ведет на мое объявление. Эта запись недоступна, потому что надо авторизоваться на сайте. Вот давайте по шаблонам. Это легко. Я просто, я вам перевел в штатные два, которые именно приходят при переписке. То есть, когда пользователи переписываются, чтобы на русском было. Это не сложно, тем более я сейчас вам под запись сделаю. Вдруг вы захотите как-то по-своему. Там можно любой текст добавить дополнительно, если хотите. Вы находитесь вот здесь. Компоненты DJ Class of Field. Видите, да? Да. Дальше вы вот здесь смотрите, влево. Смотрите, шаблон, шаблоны писем. Видите? Кликайте. По идее, вот они все на английском. У них только заголовки на русском. Не забудьте, вот здесь еще есть страничка 2. Это все штатные письма, которые могут приходить в разных условиях. Когда объявление заканчивается в существовании, когда человек вам написал, и письма администратору. Например, форма запроса сообщения. Вот видите, оно на русском. То есть, вот этот заголовок, он подставляется именно в письме. То есть, уже на по... Вот здесь, вот, вот здесь. Соответственно, вы... Если вам вот этот перевод не нравится, вы его переделайте под себя. Только один нюанс. Аккуратней будьте. Вот эти вещи не трогайте. То, что в квадратных скобках и запятые, вот то, что на английском, вот это все не надо трогать. Соответственно, у каждой строчки вот еще есть. Потом, вот в середине есть. Аккуратней. Вот эти все символы, кавычки, это и вот это тоже. Это переменные поля. Сюда вместо них в письме подставляются данные. Например, видите, здесь никаких кавычек нет. Например, здесь подставляется, видите, ссылка, прямая ссылка на мое объявление. То есть, за него будут отвечать вот такие вот всякие параметры, вот эти вот. Дополнительные параметры вот здесь вот подсказки есть именно с объяснением. То есть, например, ссылка на объявление. Вот, видите, это подсказка. А вот это переменная. Вы ее прямо отсюда вот так вот копируете целиком. И, например, где-то ниже вставляете, вот так, сохраняете. И потом в письме это будет именно ссылка вместо вот этой переменной. Понятно вот это? Да, да, да. Но здесь уже все стоит в письме именно штатно. Это только если вы дополнительно что-то посчитаете, нужно добавить. отсюда можете взять вот снизу, видите? Вам лишь только надо зайти в каждое письмо и вот эти вещи переименовать на русский язык именно так, как вам это больше нравится. То есть, вот здесь переименовали. Ну, тут привет, там hello написано, вот привет. А user, это будет подставляться имя пользователя, именно который на сайте у вас зарегистрирован, понимаете? Да, да, да. Вот. Как только все сделали и поняли, да, что вот это вы не трогаете аккуратно, не удаляете вот это. Вот такие вещи. А вот это все меняется, вот сообщение от, это все может поменять. Сохранить, закрыть. Соответственно, смотрите, это то, что я вам перевел. А если мы зайдем в какое-нибудь объявление, видите, оно на английском все. Вот он, видите, вот он тоже название, видите? Такое же. То есть, получается, вы его, если английский не знаете, копируете, перейдете в Google Переводчик, да, переводите. И вот можно еще сохранить и отправить письмо админу. Видите, кнопка какая? Это чтобы вы понимали, как выглядит письмо и править его. То есть, если вам непонятно, какая строчка тут, за что отвечает, и вы хотите сначала посмотреть, вы можете отправить письмо админу, но оно вам отправится в том случае, если вы вот здесь вот, общие настройки, сервер, вот здесь прописали почту хостинга. В этом случае только вам придет, но только почту, вы будете вот эту смотреть, почту, да, уже вот здесь вот, то есть, здесь почтовый аккаунт вам, когда вы создадите, у вас будет почтовый аккаунт. Он будет выглядеть примерно так же, как вот это, ну вот как почта, вот письма есть вот здесь, только он будет хостинговый вот здесь. Вы же пароль создадите вот здесь при почте, соответственно, при этом же пароль вы будете заходить вот в этот аккаунт почтовый, именно хостинговый. вот и там все эти письма штатные вот эти видеть потом там можно сделать переадресацию чтобы эти письма именно отсюда с хостинга шли к вам на вашу почту например на обычную вашу чтобы там уже сразу тоже видели переадресация делается тоже вот здесь вот ну полазите здесь настройки почты на хостинге посмотрите здесь все настраивается вот короче как вы вот это все сделаете на чем остановились вами мне надо что сделать вы мне делаете страницу с ссылкой об этом не говорите я ее размещаю где вы сказали вот здесь внизу так